На татаме вышли спортсмены со всей России от Калининграда до Сахалина. Вместе с ними за победу в турнире Кубок Дружбы борются дзюдоисты из ближнего зарубежья. Еще 10 лет назад здесь, в Тольятти, на этом соревновании многие из них только начинали свой профессиональный путь. А теперь они именитые мастера своего дела. Приятно, что идея собрать друзей вокруг видоспорта каратэ, она разрастается в географии. Тому подтверждение это в этом году получается у нас 35 регионов, плюс Армения, Казахстан, наши друзья из Сербии. То есть показывает то, что этот турнир актуален, заставляет в Тольятти возвращаться команды и тем самым помогает нам популяризировать и развивать наш вид спорта в регионе. История Кубка Дружбы началась с проведения небольших областных соревнований, на которых выступали юные спортсмены города и области. Быстро они начали набирать популярность и с каждым годом география расширялась. В 2019 году число участников приблизилось к 2000. И тогда при поддержке Министерства спорта Самарской области постоянным местом проведения уже турнира стала Лада-арена. Представители команд отмечают, что это соревнование проводится на высоком уровне. Отлажено все – от оформления зала до логистики. Турнир действительно проходит на достойном уровне. Самое главное – это то, для кого он делается. На мой взгляд, это всегда спортсмены. Но для них созданы все условия великолепные для участия. Приглашены такие люди, как олимпийские чемпионы, которых можно по пальцам посчитать в нашем виде спорта вообще. В этот раз почетным гостем турнира стала олимпийская чемпионка Явана Прекович из Сербии. Вместе с тренером сборной команды Сербии Роксандой Атанасовой она провела учебно-тренировочный семинар по кумите. «Они чувствовали здесь хорошую энергетику, им здесь понравилось. И они рады поделиться своим опытом, поделиться знаниями, тоже энергией. Кубок Дружбы состоялся семинар, ну, как такой глоток свежего воздуха. К нам приехали наши друзья из Сербии и, ну, зарядили такой хорошей энергией. Мне кажется, это пойдет на пользу, такая хорошая мотивация для дальнейшей работы». Всего в турнире Кубок Дружбы полторы тысячи участников из 35 регионов России, а также из Армении и Казахстана. В общекомандном зачете первое место заняла Саратовская область. Серебро у республики Калмыкия, а замыкает тройку сильнейших – республика Татарстан. Самарская область на четвертом месте у спортсменов – три золотые, восемь серебряных и восемнадцать бронзовых медалей. В Самарской области большое внимание уделяется физкультурным соревнованиям. По инициативе губернатора Дмитрия Азарова в регионе проводятся масштабные спортивные мероприятия и появляются новые спортивные объекты. Екатерина Кузина, Юлия Михалева, Андрей Костомаха. Новости губернии.